Люберецкая общественная организация «Дети войны. Память» отмечает юбилей. Поздравить коллектив с 20-летием пришли депутаты, педагоги и школьники. На праздники побывали и мы. У истоков создания организации стояли бойцы поисковых отрядов и участники Великой Отечественной войны Владимира Нищенко, Георгий Новиков, Анатолий Романенков. Участники войны уходят. А кто дальше? А дети войны тоже видели войну. Они видели, они испытали этот ужас. Всё так собиралось. С 2002 года провозгласили вроде бы. А потом люди как-то потянулись, кому было это по сердцу, кого это затронуло. И стали приходить, чем-то делиться. Тогда же, 20 лет назад, чтобы сохранить память о Люберецких фронтовиках и рассказать детям об ужасах войны, по крупицам начали создавать музей. Большую лепту внесла дочь участника Великой Отечественной войны Валентина Леонтьева. Он вернулся с войны живым. Раненым, контуженным, всё. Но он всегда нам... Маленькие мы были, он всегда нам мозги капал. Кто остался живой, должны помнить мёртвому. Мы отживаем своё, мы уже уйдём. Мне 80-90 год пошёл. Но дети должны знать об этом. Молодёжь должна знать об этом. Сюда должны приходить школьники. Юбилейный вечер провели в Люберецком доме офицеров. Поздравления и слова признательности в адрес организации прозвучали от представителей власти. Благодарственное письмо от Совета депутатов всему коллективу общественной организации «Дети войны. Память» — это вам. Спасибо вам за ваш труд. И вот действительно, сегодня в зале мы видим, что есть дети войны, а вот чуть дальше сидят дети нынешние. И вот этот союз, вот эта связь, она должна быть неразрывной. Вы все люди разных профессий, разных поколений, но вы педагоги, вы наши коллеги, вы всегда с нами. Спасибо вам огромное, что вы находите время и приходите воспитывать, помогать воспитывать наших детей. Делитесь воспоминаниями, которые иногда без слёз невозможно просто слышать. В Люберецкой общественной организации «Дети войны. Память» состоят 500 человек. Каждый из них — представитель последнего поколения, который может сказать правду о войне. То, что они видели своими глазами. «Дети войны, набивались теплушки открытые. Дети войны, хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу кошки хлеба на белом снегу. Кошки хлеба на белом снегу». Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.